Ну что же, мы внимательно следим и за вашими успехами, и за успехами в космической сфере, да, где мы делаем некие прорывы. Но есть область, которая ничем не уступает вот этой космической сфере, а, пожалуй, даже где-то ее и опережает. В современной IT-инфраструктуре уже все работает со скоростью света. Возможность распознавать образы, выполнять операции без участия человека, молниеносно менять сервисы для клиента, все доступно. Ну что же, даже в 21 веке есть чем удивить в номинации «Наука, технологии, инновации». Ну что же, через несколько секунд мы узнаем имена победителей нашей номинации, и все, внимание на экран. Номинация «Наука, технологии и инновации». Премия вручается за вклад в развитие инфраструктурных и технологических сегментов цифровой экономики, реализующих инновационные проекты в IT и смежных областях, и за участие в цифровизации страны. Лауреатами в номинации, по мнению экспертов, стали компания «Гетт», группа компаний «Иннотех» и образовательная платформа «Скиллбокс». Лауреатом в номинации, по мнению искусственного интеллекта, стала компания «Промобот». Решением оргкомитета специальными наградами в номинации награждаются организация «Сбердевайсес», компания «Билайн». Ну что же, на сцену приглашаются победители в номинации «Наука, технологии и инновации». Генеральный директор «Гетт» в России Анатолий Сморгонский. Генеральный директор «ГК «Инотех»» Игорь Колганов. Заместитель генерального директора «Инотех» по стратегическим инициативам и организационному развитию Ольга Добрякова. Коммерческий директор «Скиллбокс» Артем Казаков. Операционный директор «Скиллбокс» Антон Копылох. Председатель совета директоров «Промобот» Алексей Южаков. Директор департамента развития «Продуктор» и дизнификации «Билайн» Анастасия Пичкурова. И директор по развитию бизнеса идентификации «Билайн» Александра Кузнецова. Старший вице-президент по цифровым поверхностям «Салют» «Сеосбердевайсес» Константин Круглов. Под общие аплодисменты вы получаете заветные статуэтки. И когда вы почувствуете этот металл в руках, у вас появится вдохновение и силы выйти к микрофону. Поверьте мне, это проверено часами. Это так мило. Успевают еще впрыгнуть, понимаешь, для того, чтобы сейчас действительно запечатлеться на нашей финальной фотографии. Первым делом, первым делом селфи, ну а уже вот все остальное потом. Итак, кто не делает селфи, выходит к микрофону. Друзья мои, если все делают селфи, тут же... Всем привет, всем привет. Компания «Билайн». Я немножко прервал ведущих, простите. Не-не, абсолютно, я ждал этого. Вы спасли нас. Подержал статуэтку и ощутил себя просто Леонардо Ди Каприо в 2016 году, когда он ожидал. Мы сидели в зале, тоже очень долго ждали номинации. На самом деле, компания «Билайн» уже давно не телеком. И немногие из вас, наверное, сидящие в этом зале знают об этом. Мы работаем во многих отраслях. И искусственный интеллект, большие данные. И, в частности, сейчас идентификация, аудентификация пользователей. И Mobile ID – это такая технология классная. Вот, наверное, опять же, не каждый из вас знает, что 27 аккаунтов есть в среднем на человека сегодня. Мы живем в цифровом мире. И на все эти 27 аккаунтов всего три пароля. Это очень большая проблема, потому что для злоумышленников всегда гораздо проще взломать какой-то подходящий под многое количество аккаунтов пароль. Поэтому Mobile ID решает эту проблему. И у каждого из нас есть сотовый телефон с сим-картой. И идентифицироваться с помощью мобильного телефона гораздо проще, чем при помощи кучи паролей, которые вы храните в голове или, может быть, в заметках на айфоне. Поэтому мы благодарны организаторам за то, что… благодарны экспертам за то, что нас выбрали. И большое спасибо всем, кто делает этот продукт, всем, кто занимается им и продвигает его. Большое спасибо. Спасибо вам. Спасибо огромное. Три паролей – это много, по-моему. У меня один на все. Раз уж искусственный интеллект выбрал, промо-бот. Я, на самом деле, хотел поблагодарить за то, чего больше всего, как мне кажется, нам не хватает. И то, что мы сегодня отчасти, безусловно, получили. Это такое, знаете, доверие и веру. За веру в то, что мы действительно можем проектировать, создавать, производить действительно востребованных роботов, сервисных роботов. И поставлять их по всему миру сегодня. И где? В России. И где? В Перми. И мне кажется, что именно благодаря этой вере и работе в том числе таких команд, как промо-бот, и других стартапов, и других проектов в России, Международная ассоциация робототехники как раз присвоила достаточно высокий рейтинг России в области сервисной робототехники. И сегодня мы на втором месте в мире в этом направлении. Поэтому мне кажется, что это наша общая победа. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Мордость обливает. Мы чемпионы. Так, кто еще хочет сказать? Прошу. Коротко скажу. Скажу спасибо команде ГЭД. Я считаю, что коллеги за два года вместе со мной перебулись в прыжке. Процитировал некоторых гостей. Конечно, спасибо организаторам. Ну и аплодирую естественному интеллекту нашей команды. Спасибо. Спасибо большое. От всех женщин, стоящих сейчас на каблуках, спасибо за то, что действительно было коротко. Пожалуйста, к микрофону. Кстати, очень красивые каблуки из-за стойки. У вас отличный вкус. Спасибо большое. А не всем видно, выйди. Покажи. Спасибо большое за эту награду. Очень приятно получать ее второй год подряд за два года существования компании. В прошлом году мы, получая вот эту статуэтку, премию Рунета, получали ее как прорыв года за полторы тысячи человек, которые присоединились к нашей команде в прошлом году. И мы считали, что это рекорд, это пределы. В этом году, к текущей дате, к нам присоединилось еще пять тысяч разработчиков. И в следующем году мы будем претеновать на эту статуэтку еще раз уже как крупнейшая софтверная компания страны. А сейчас просто самая быстрая растущая. Спасибо всем огромное. Спасибо огромной команде. Спасибо партнерам. Спасибо всем, кто создает это прекрасное чудо. Которые создают эту самую лучшую и любимую для меня точно компанию. И, конечно, отдельное спасибо Оле Добряковой. Оль, скажи пару слов нам. Как любит шутить наша компания, у нас каждый час появляется новый сотрудник. И, собственно, чтобы достичь то, что сейчас Игорь рассказал, нам нужно ускориться. И, собственно, чтобы каждый сотрудник, новый сотрудник появлялся каждые 10 минут. Прекрасные планы на будущее. Отлично. У кого есть трудовая книжка в зале, подходите. Коллеги, добрый вечер. Компания «Скиллбокс», Артем Казаков. В четвертый год подряд нас отмечает экспертное жюри РАЭК. Спасибо вам большое за эту награду. Я хотел бы отдельно поблагодарить всю нашу команду, в особенности Антона Копылова, Пашу Симонова, Диму Долю, Наташу Влот, Виталию Устеменко, Татьяну Любарскую. Всю нашу большую команду. Это ваша заслуга. Мы за этот год сняли огромное количество контента. Это тысячи единиц образовательного контента, который просто превышает текущие все онлайн кинотеатры, включая Netflix. И мы рассчитываем, что наша главная миссия – это проникновение образования в России, СНГ и в других странах продолжится и в следующие годы. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо огромное. Все? Ну что же, спасибо огромное. Продолжайте говорить в микрофон. Вас ждут в зоне интервью. Берите букеты. С ними в кадре вы будете выглядеть неотразимо. Спасибо огромное. Еще раз поздравляем всех наших победителей. А я вот сейчас... Ну и до следующего года, возможно, да? Они не уходят, не хотят уходить. Ну, правильно. Ну, я бы тоже, наверное, да, по возможности затягивала свой уход с этой сцены. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.